Добрый вечер. Беда потихонечку по всей стране, рукотворная, расползается медленно и неотвратимо. Пришла она, как всегда, оттуда, откуда не ждали, со стороны ГИБДД. Подробности этой беды нам сегодня с вами расскажут представители общественного движения «Автосолидарность» Радивиллов Андрей, председатель Совета общественного движения, и Иван Гудунов, сопредседатель общественного движения «Автосолидарность». Добрый вечер. Итого, ну, поведайте, как ГАИ додумалось до того, чтобы мы с вами все опять оказались в совершенно фантастически невыгодном положении. Что, в общем-то, в России каждый год угоняется несколько тысяч автомашин. Ни для кого не секрет, что ни одна из них практически не находится. На самом деле находится порядка 20% просто по результатам нескольких лет работы. По Москве 7. 93% автомобилей, угнанных в Москве, своих хозяев не находят больше никогда. Это самое грандиозное достижение МВД. В данной ситуации мы хотим коснуться проблемы, когда все подразделения МВД, в общем-то, свою работу сделали, и случилось чудо, что гражданину его машину все-таки нашли. Путем усилий сотрудников уголовного розыска, причем с определенными неудобствами, связанными в их основной работе, с усилиями сотрудников экспертных служб, машина все-таки находится. То есть Андрей Радивилов в данный момент рисует фантастическую картину, когда машину по какой-то причине нашли. То есть не поверьте, что он говорит это как будто данный факт. Это теория. Предположим, что машину нашли. В данной ситуации человек, как законный собственник этой машины, получает ее от органов следствия и, в общем-то, должен узаконить те изменения идентификационных обозначений, которые на этой машине присутствуют, в органах ГИБДД. Соответственно, поясню. Это означает, что машину угнали, перебили все, что можно, потом ее все-таки нашли, владельцу отдали, но у человека-то получилась машина вроде его, а ВИН-код, например, изменен. И вот тут он приходит в ГАИ и говорит, здравствуйте, ура, моя машина нашлась. И? По всем ныне действующим нормативным актам и, в общем-то, в течение последних десяти лет практики, этот вопрос решался в органы ГИБДД путем внесения особых отметок в регистрационные данные машины. Данные мероприятия были регламентированы тысяча первым приказом МВД и совместным указанием Следственного комитета МВД и ГАИ России от 2003 года. Соответственно, гражданин мог пользоваться своей машиной без каких-либо ограничений, мог проводить ее отчуждение, мог, в общем-то... Купить, продать все, что угодно. Да, производить замену номерных агрегатов, и, в общем-то, никаких проблем с этим не было. С введением нового регламента, который вступил в силу с 15 октября... Прошлого года, чтобы он был здоров. Да, это вот уже три месяца, в общем-то, прошло. Появилась проблема, которой ранее не было. А проблема заключается в том, что в новом регламенте люди, которые его готовили и, в общем-то, писали, не предусмотрели процедуру оформления машин, возвращенных гражданам после угона. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что писали этот регламент специалисты, и не знать об этой проблеме, и что данная проблема возникнет, они, в общем-то, не могли. То есть, в регламенте впрямую не сказано ни слова о машинах, возвращенных гражданам после угона. В регламенте содержится пункт 24, в котором есть запрет на регистрацию транспорта с измененной маркировкой, равно как и запрет на регистрацию транспорта с номерами, уничтоженными коррозией. Соответственно, до вступления этого регламента в силу данной проблемы просто не существовало. То есть, есть определенный порядок оформления данных, в общем-то, изменений, и никаких осложнений с ним не было. Вот тут обратите внимание, что уже появилась вторая проблема. Первая это машина после угона, вторая это естественная коррозия. То есть, вы катаетесь на своем автомобиле долгие годы, потихонечку на вашей советской машине, например, Москвич 2140, ржавчина что-то такое подгрызла, подъела, вы приезжаете для того, чтобы передать эту машину по наследству внуку, купив, продав, или, например, просто продав, а вам говорят, стоп, а что это у вас, цифрки-то нету. Вот до 15 октября это не было проблемой. А после 15 октября наш начальник сказал, что вы не имеете права распоряжаться своим имуществом. Да, и самое прискорбное, что введя регламент, в общем-то, в действие, не предложен никакой механизм решения для граждан. То есть, госинспектора на местах, в общем-то, по указанию руководства... Письменному? Где-то письменному, где-то звонкам в органы. В общем-то, гражданам просто отказывают, зачастую не выдавая письменных отказов. А дотошным-то письменный отказ? Дотошным выдают, но 9 из 10 людей, увидев, в общем-то, инспектора в окне, который заявляет, что с 15 октября регистрация по таким машинам более не производится и предлагает им утилизировать свою машину, 9 из 10 граждан уходят, в общем-то, не понимая, что им дальше делать. Рыдать и пить? Ну, кому как. Ну, в общем-то, к сожалению, очень немногие граждане защищают свои гражданские права и требуют письменных отказов, которые потом они могут обжаловать в судебном порядке. У нас с 17-го года селекция этих граждан была поставлена на конвейер. Ну, здесь, к сожалению, до 15 октября проблемы у граждан подобного рода не существовало, и, видимо, все-таки наши граждане, они не готовы пока к такому повороту событий, когда вещь, принадлежащая им по закону, за которую они заплатили таможенные, пошлины, налоги, утилизационные сборы. Да все, что государство захотело, все и заплатили. Так, граждане-то мы говорим о законопослушных гражданах, которые оплатили все, что нужно, у которых сами стали жертвой преступления. Или жертвой коррозии. Коррозия это, да, это реагенты, которыми поливают дороги, это некачественные машины советского производства, которые имеют маркировочное обозначение склонной к коррозии. Миллион причин, но факт то, что законопослушный гражданин Российской Федерации сталкивается с тем, что в нарушении всех федеральных законов, в нарушении нашей Конституции, ограничивает его в правах пользования имуществом не суд и не федеральный закон, а органы ГИБДД, которые сочли... Исполнительная власть, которая на самом деле... Это просто люди, которым дали право оформлять... Или не оформлять. Или не оформлять. И, в общем-то, их транспортные средства, их наделили полномочиями. Они эти полномочия, в общем-то, восприняли так, что можно гражданину либо выдать регистрационные документы, либо не выдать, либо отказать. А с октября уже отказать. Либо отказать, хотя, в общем-то, если действовать по Конституции, то, скорее, служба ГИБДД должна была бы в судебном порядке оспаривать право гражданина пользоваться своим имуществом. Она должна спорить с гражданином или спорить со своим начальством, издавшим этот регламент? Регламент, как таковой, в себе не принес ничего нового. Он регламентировал действия по переоформлению машин, он, в общем-то, упорядочил некоторые другие аспекты, но в нем просто никак не урегулирован вопрос оформления машин. Их там просто нет, этих машин? Машины есть, но процедуры оформления нет, что, в общем-то, родило возможность двоякой трактовки данного регламента. Вследствие чего по подразделениям РЭО были разосланы разъяснения, то бишь документ, который не имеет никакого юридического статуса. Но это вариант трактования руководством ГИБДД документа, который они же сами, в общем-то, и представили гражданам в российской газете. А эта беда, она коснулась только каких-то больших городов или она уже докатилась? Эта беда коснулась всей страны, потому что сотрудники подразделений ГИБДД на местах в большей своей части не хотят вникать в причины запретов, не хотят знакомиться досконально с, собственно, текстом нового регламента. Они руководствуются командами свыше, они руководствуются тем, что предоставляет департамент ГИБДД в виде разъяснений, в виде указаний, что по этим машинам необходимо писать письменные отказы. Основанные на чем? Они основываются все, как под копирку отказы идут, основанные на 24-м пункте данного регламента, в том, что запрещена эксплуатация автомашин с измененной маркировкой, а также с номерами, уничтоженными коррозией. Так все-таки запрет есть в регламенте? В регламенте есть запрет, который касается автомашин, у которых впервые в момент сверки номерных агрегатов выявлены признаки изменения маркировочных обозначений. В части машин, возвращенных гражданам после угона, мы имеем дело с фактом изменения маркировочных обозначений, выявленным в процессе следствия, где следователь провел необходимые следственные действия, провел экспертизу, выявил первоначальные данные транспортного средства и принял процессуальное решение о возврате транспортного средства законному собственнику. И в этой части задача ГИБДД выполнить чисто технические функции, внести необходимые изменения в регистрационные документы в соответствии с пунктом 15 приказа 1001-го. И дать человеку возможность спокойно ехать на своей машине. И, в общем-то, ничем не нарушить его права. Подробности. Новый. Председатель Совета Общественного Движения Автосолидарности Андрей Радивилов и сопредседатель Совета Общественного Движения Автосолидарности Иван Годунов. Мы говорим о том, как коварно изменилось благодаря ГАИшникам наша жизнь в худшую сторону. Подробности. Хотелось бы вернуться к вопросу вступления административного регламента в силу с 15 октября. Вот здесь Андрей говорил о том, что пункт 24 несет запрет на проведение регистрационных действий с автомашинами, которые имеют измененную маркировку. Это не новшество. В предыдущем регламенте, который действовал до 15 октября, этот пункт тоже был, только назывался пункт 33. Там тоже запрещалась маркировка, внесение изменений в регистрационные данные автомашин, которые имеют измененную маркировку вследствие коррозии или машин после угона. Но в соответствии с пунктом 15, который правил регистрации, который является главнее, чем административный регламент, как раз был прописан алгоритм действий с автомашинами, возвращенными после угона. Просто 15 октября, как мы понимаем, согласно указания и разъяснения ДОБД России, изменилась трактовка этого пункта, и поэтому они решили повсеместно запретить проведение регистрационных действий. Это типа мы тут сейчас порядок в стране наведем. Да, ничем не мотивировано, не основываясь ни на никаких законодательных актах, ни нормативно-правовых, а путем подачи разъяснения. Сначала это было устное, то есть они просто подозрение перестали проводить регистрационные действия, а после первых обращений в суд и статьи в массовском самольце уже родились письма на разъяснения ДОБД, которые, в принципе, простые граждане в глаза еще и пока не видели, кроме того, что указано на сайте ДОБД России, который там буквально два абзаца, который еще больше запутал всех. И буквально последнее обращение в суд наше было, мы потребовали предоставления в суд разъяснений отдельных положений, и вот нам в отказе как раз сотрудники ДОБД указали, что это разъяснение отдельных положений родилось 20 ноября 2013 года, но которое пока еще нигде опубликовано не было. То есть отказ уже существует, он действует, он уже приносит свои негативные плоды, но посмотреть, как он выглядит, вы не сможете. Да, то есть заявитель не имеет возможности увидеть на основании чего ему отказывают, почему они начали так трактовать. Вот, по поводу, как этот пункт 24 звучит. Пункт 24 звучит досконально так, что при выявлении признаков изменения маркировки, то есть это, да, как Андрей сказал, это когда машину госинспектор рассматривает, он выявляет признаки какие-либо изменения маркировки, он машину задерживает, материал направляет в ОВД, где там его кусируют, то есть заносит в книгу учета сообщения и принимает решение в рамках уголовно-профессионального законодательства. Вот, а вот правило регистрации, пункт 15, он звучит уже автомашина, как свершившийся факт, с измененной маркировкой, которая доказана уже экспертным учреждением, то бишь КЦ МВД Российской Федерации, и постановлением следователя, который является специальным лицом и признает, принимает решение, что эта автомашина, да, действительно та, которая была похищена, ее необходимо вернуть собственнику с правом распоряжения этим имуществом, как соответствует закон. То есть МВД говорит, пожалуйста, пользуйся, а ГАИ говорит, неа. Да, мы не дадим, не внесем изменения, тем самым мы не допустим машину к эксплуатации. Ну, сейчас, в настоящее время, сложилась уже практика, вот после первых судебных заседаний, и после статьи Москов-Косомольца, то есть ДУБД России, пошло на попятную. Да, мы разрешаем выносить изменения, но просто указывается надпись в свидетельстве о регистрации, о том, что машина после угона, и все. Выдаем номерные знаки, собственник может пользоваться, но продать ее и передать другому мы не можем, они не дают разрешения сотрудникам ГАИ, мотивируя тем, что новый собственник обратится в ГАИ, сотрудник ГИБД опять осмотрит, выявит признаки изменения и не допустит эксплуатации в соответствии с пунктом 24 административного регламента. То есть он опять пойдет в суд? Да. А парадокс главный заключается в том, что в данный момент ГАИ в своих разъяснениях и, соответственно, в отказах гражданам пытается ссылаться на то, что по новому регламенту они не имеют права проводить осмотр данных транспортных средств и производятся те регистрационные действия, которые не требуют осмотра. Значит, это то, что человек, у которого угнали машину, в общем-то, может явиться в ГИБДД и внести изменения в регистрационные данные своей машины в связи с тем, что она раньше находилась в угоне. Но осматривать эту машину никто не будет. То есть идет шаг навстречу криминалу. Человек может прийти вообще без машины в ГИБДД и в любые документы внести особые отметки, что машина после угона. Сотрудник ГИБДД машину осматривать не может по тому же регламенту, который руководство ГИБДД само же и подготовила. Не может он ее осмотреть, потому что по регламенту ГИБДД должно проводить идентификацию транспортных средств. Вопрос, в общем-то, опять же непонятный, потому что идентификацию транспортных средств производит эксперт-криминалист, обладающий необходимыми познаниями и допуском. Сотрудник ГИБДД на площадке осмотра занимается сверкой номерных агрегатов и соответствием автомашины тем документам, которые предоставлены. Но теперь уже не занимается. Де-факто занимается, но то, к чему нас толкает руководство ГИБДД и чего не понимают сотрудники ГИБДД на местах, как можно машину, тем более, которая ранее находилась в угоне, на основании документов из органов следствия, представленных, в общем-то, в должном образом, как можно без осмотра машины, без проверки соответствия этой машины, представленным документом, как можно проводить хотя бы одно регистрационное действие, пусть даже по внесению изменений. То есть это сознательное... Вот они выход нашли для себя, для того, чтобы оправдать свои действия, потому что... Свои бездействия. Да, бездействия. Осмотр они запретили себе сами. Да, потому что это связано с тем, что когда за судебное заседание пошли, им надо было ответить на вопрос, почему они потерпевшим не дают пользоваться им их имуществом, которое им возвращено следователю. И так как ему уже обратно идти нельзя было, они придумали такой способ, что машины после угона они не осматриваются. Мы просто вносим изменения и все. А вот когда человек уже передает право собственности на эту автомашину, то есть продает, дарит, меняет, то новый собственник уже обязан эти засмотры. Мы ему тогда откажем. То есть это завуалирована такая форма. А осмотры они каким боком себе запретили? На основании чего? На основании... Что они себе написали? Они... Это пункт сороковой административного регламента, который определяет порядок и при каких реакционных действиях осмотр необходим. Так вот, как раз вот этот пункт сорок, он четко говорит, что осмотр обязан в случае изменения реакционных данных, не связанной со сменой фамилии собственником, места жительства и выдачи дубликатов документов. То есть вот эти внесения изменений в реакционные документы в связи с угоном или с коррозией, осмотр обязательно. Но они хотят трактовать так. То есть это всего-навсего обычное наглое вранье? Да. Абсолютно. Ничем не мотивировано, то есть никаких нормативных актов... Вот они пытаются прикрыться этим разъяснением, которое никто не видел, но, надеюсь, в суд они предоставят, и уже мы сделаем копии, мы сможем предоставить эти данные общественности для того, чтобы можно было обсуждать и, опять же, их обжаловать. Но они это не стали сделать. И так ощущение, что это все-таки от ДУБД России идет, потому что, если бы они хотели официально, в соответствии с законом, запретить реакционные действия с такими автомашинами, надо было бы брать пункт 15 в правилах, не в административном регламенте, а в правилах регистрации, которые основными считаются для нормативного акта для учета транспортных средств. Они пошли немножко другим путем, тем самым они подставив, образом говоря, реакционные подразделения на низах, чтобы они отказывали и ходили в суд. А ДУБД России здесь ни при чем. И, в общем-то, в этой ситуации подразделения, они являются действительно заложниками ситуации, потому что граждане приходят в суд, в случае отказа, они будут подавать на территориальные подразделения, которые им отказали. Отказ пишут все под копирку и, в общем-то, никто ничего более изложить не может, кроме как 24-й пункт действующего регламента. Но мы понимаем, что если бы руководство ГИБДД хотело найти выход из ситуации, то его можно было оперативно найти путем неких корректировок в этот регламент путем инструкций каких-то дополнительных действий по идентификации машины либо по дополнительным проверкам. А здесь, в общем-то, политика именно в том, что ситуация уводится в тупик, то есть она не имеет пока явного решения, хотя можно было бы как в странах Евросоюза наносить полицейскую маркировку или как в странах в общем-то таможенного союза Белоруссии и Казахстане в общем-то эксплуатировать эти машины так, как они предыдущие 10 лет эксплуатировались в России. Но это дело, что у нас до 15 октября все это было и мы жили без проблем. Это было довольно трудно, но тем не менее это было абсолютно легально. Человек получал в клейки и спокойно ездил. И у человека была абсолютно легальная, честная, законная машина, которая ему принадлежит по праву. Мы ведь понимаем, что каждый может завтра оказаться в этой ситуации. Сегодня он покупает автомашину в автосалоне, завтра, не дай бог, ее злоумышленники похитили, а послезавтра случилось чудо и ее милиция нашла. И в общем-то человек, оплатив в общем-то все и приобретя себе транспортное средство не для того, чтобы его завтра распилить на запчасти, сталкиваться с проблемой, которую ему рукотворно создали органы ГИБДД, которые не предложили никакого решения. И даже если сейчас продумывать какие-то варианты по полицейской маркировке либо по каким-то другим способам узаконивания этих машин и дополнительного контроля, это займет время, это потребует разработки нового техрегламента. И в любом случае граждане на этот срок остаются в вакууме, они не имеют возможности распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Срок довольно-таки большой может быть по этому поводу. Естественно, то, что попадает в ГАИ, оно может туда попадать на века, но поскольку 10 лет мы жили по одной Филькиной грамоте ГАИ и не имели проблемы, а теперь у нас проблема появилась, нам достаточно просто вспомнить ту Филькину грамоту, которая 10 лет спасала нас от серьезных неприятностей. На самом-то деле. Тот самый приказ, зачем что-то серьезное изобретать? Тут еще проблема в другом, что если они пункт 40 трактуют по-своему, они читают текст. Это то же самое, как с Чукчей в поле чудес угадал букву, не угадал слово. То есть они из этих же букв складывают другую смысловую нагрузку. Здесь невозможно предугадать, как можно бороться с людьми, которые в русском языке не знают значения слов. Никак, потому что они любой пункт прочитают не так, как он написан. Ну да, даже в заседаниях суда они очень часто в течение одного заседания меняют свое мнение несколько раз. Ввиду отсутствия мнения, конечно. Да, пытаясь... Ну, конечно, есть ссылка на указ президента 711, так называемый, который предоставляет правовое положение госавтоинспекции, они имеют право это делать. И они пытаются этим бравировать. Но опять же, мы имеем права, и не только госавтоинспекции, те же самые права имеют право, но граждане имеют. И если их можно ограничивать, только опять же ограничивать в силу закона, а не в силу приказов. Закон о полиции в преамбуле имеет ссылку на конституцию. Там сказано, что в основе деятельности полиции лежит конституционность. Поэтому полиция, как орган исполнительной власти, обязана соблюдать сначала конституцию, а не указ 711, и уж тем более не пункт 40, который они сколько раз читали, столько раз получали разное смысловое значение. И поскольку они исполнительная власть, да еще и правоохранители, то их прямая обязанность соблюдать наши конституционные права и интересы. А у них не получается. Ну вот не получается. Причем не получается ровно с 15 октября, хотя до 15 октября, абсолютно те же самые правовые параметры им ничего не мешали решать в нашу пользу. Перерыв на новости, потом продолжим. Сегодня о неприятностях бытия и регистрационного учета мы беседуем с Андреем Радивиловым, председателем Совета Общественного Движения Автосолидарность и сопредседателем Совета Общественного Движения Автосолидарности Иваном Годуновым. В общем-то, возвращаясь к разговору, который мы ведем относительно новых действий ГИБДД по запрету регистрации транспорта возвращенного гражданам после угона. Мы можем досконально рассмотреть все, что творилось в прошлые 10 лет в общем-то в этой сфере. То есть где-то легче, где-то тяжелее проводилось оформление этих документов. и граждане в конечном счете пусть не без бумажной волокиты получали нормально оформленные автомашины. Но де-факто мы понимаем, что в момент получения гражданином документов в ГАИ была досконально проведена проверка о том, что данная машина является именно той машиной, которая принадлежит гражданину. Необходимые экспертизы проведены, необходимые следственные действия по автомашине проведены. И соответственно это позволяло контролировать в общем-то поток автотранспорта, позволяло выявлять ранее похищенные машины. И была цель найти гражданину машину, чтобы гражданин впоследствии мог этой машиной пользоваться. Действия, которые происходят сейчас, они ну явно не направлены на борьбу с криминалом. Они в общем-то не призваны что-либо искать, что-либо выявлять, а наоборот уводят ситуацию поиска транспорта в некий ненужный тупик, который в общем-то гражданину все равно так или иначе не потребуется, потому что распилить машину на запчасти это в общем-то малое утешение тому человеку, которого похитили ранее купленную за большие деньги автомашину. А потом о чудо еще почему-то даже нашли. Даже если нашли. Соответственно, если эти машины не будут изыматься у тех лиц, которые приобретают по сходной цене на территории всей нашей великой страны, спрос на эти машины существенно возрастет, что повлечет за собой существенное увеличение количества угонов. И в статистике МВД мы прекрасно понимаем, что сегодня в Москве похищается от 50 до 60 машин, а в последствии... В сутки. В сутки, да. А впоследствии ничего не помешает, чтобы количество угонов увеличилось именно за счет тех, кто в регионах сочтет необходимым приобрести такую машину, потому что он все равно ничем не рискует. Так как хозяин, у которого эту машину похитили, он не заинтересован в ее возврате обратно. И никто не заинтересован. Никто не заинтересован. Заинтересованы частично естественно еще страховые компании, которые несут убытки, которые в любом случае будут повышать ставки по страхованию. Они это будут делать безотносительно того, что происходит в стране? Естественно. Ну, здесь есть экономическая составляющая, в общем-то, если мы понимаем, что страховая компания в дальнейшем не имеет возможности реализовать свою машину, за которую они определенное время назад выплатили возмещение. Если страховая компания не имеет возможности возвратить гражданину машину до выплаты, обнаруженную сотрудниками, так как гражданин в дальнейшем эту машину никуда не сможет реализовать и превратить ее в некую материальную ценность, то, естественно, убытки будут значительными, это повлечет за собой повышение ставок и, в общем-то, дальнейший увод ситуации в некое криминальное русло. Жизнь станет хуже. А скажите, вот под эту раздачу попали те машины, которые имеют официально в документах упоминание, что у них без номера двигателя, без номера кузова, так называемый БН. Как таковых машин БН в России осталось не так много, потому что по решениям судов эти машины легализовывались в конце 90-х, в начале 2000-х. В середине 2000-х процесс легализации, именно я говорю о легализации криминального транспорта, ранее похищенного либо в России, либо за территорией Российской Федерации, он был, в общем-то, прекращен на территории России. И сейчас автомашин, у которых данные, как вы говорите, БН, их не так много, то есть в основном все машины, они имеют первоначальный номер, установленный экспертом, и запись о том, что данное транспортное средство возвращено после угона и имеет определенные первоначальные номера. Как это коснулось тех машин, которые уже имели особые отметки на 15-е число? В каждом ГАИ по-своему. Где-то аннулируют учеты. Где-то аннулируют учеты, абсолютно незаконно. Где-то переоформляют, ссылаясь на то, что закон обратной силы не имеет. Но так как мы понимаем, что нет пока ни закона, ни приказа, собственно, есть одно разъяснение, где есть видение вопроса кучки людей, которые сами же этот приказ и подготовили, и того, что они не отразили в приказе, то в этой ситуации есть свобода действия подразделений на местах, 50 на 50. В Москве практика следующая. Указано в этом разъяснение, которое сотрудник ГИБД показывает, что автомашины до 15 октября действия проводить в соответствии с действующим регламентом. На вопрос регуляционного подразделения в главу, допустим, что нам конкретно делать, говорят, проводить действия на словах. То есть можно, пользуйтесь, пожалуйста. Те, кто пользует 15 октября, не дай бог, нашел свою машину, те идут пешком дальше по жизни. Но, опять же, никто не знает, как это завтра будет отражено в очередных разъяснениях, в очередных, в общем-то, каких-то должностных инструкциях, потому что, если ссылаться на тот же 24 пункт регламента, то там ничего не сказано о машинах, которые зарегистрированы до 15 октября либо после 15 октября. И, опять же, мы понимаем, что если руководство ГИБДД готовило столь серьезный документ, как приказ 605-й, то в нем можно было досконально прописать действия по каждому виду автомашин, чтобы потом не прибегать к необходимости рассылки непонятных разъяснений и какой-то вилки в поведении на местах. Халатность или умысел? Я все-таки думаю, что умысел. Это как раз подобную ситуацию имел в виду Кутузов, когда сказал, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. Это вот тот самый вариант, который интерпретируется по всей остальной нашей безбрежной территории. Вся беда идет из Москвы. Просто в Москве в данном случае была обозначена как кучка лиц, а сильно подозревая, что она сводится к одному-двом участникам процесса, взяли и придумали грандиозную проблему, неразрешимую для людей, но имеющую какую-то очень тайную выгоду для ГАИ. Время покажет, в общем-то. Но мы в общем-то сами понимаем и призываем граждан к тому, чтобы они защищали свои гражданские права, чтобы они брали мотивированные письменные отказы в ГИБДД. Требовали. Требовали, да. И в судебном порядке их обжаловали. Потому что писать жалобы в подразделения ГИБДД вышестоящие бессмысленно. Потому что вся политика идет сверху. И чтобы они не написали в вышестоящее подразделение ГИБДД о незаконности отказа, все это закончится одинаково. К сожалению, граждане пока этого еще не поняли. Они по старой памяти пытаются жаловаться руководству, пытаются жаловаться в общем-то в департамент ГИБДД. Хотя, в общем-то, эта ситуация в том ведомстве в данный момент решений не имеет. Формальные ответы приходят о том, что да, руководство, то есть правом, которое у госавтоинспекции прописано в указе президента 711 пункт 24 административной регламентки, вам законно отказано. Итого, куда сразу стучаться надо, поскольку в ГАИ бесполезно? Только в суд. Но в суд подавать-то приходится на кого? На незаконные действия сотрудников ГИБДД. Потому что ведь обычно это имеет привязку к конкретному сотруднику, который всего-навсего ползает по земле. То есть низовой уровень. Дефакто получается, что руководство ГИБДД чужими руками решает свою вот эту задумку. Потому что действительно обжалуются действия подразделений на местах. Граждане это могут достаточно легко сделать, заплатив пошлину 200 рублей. И к рассмотрению суды такие заявления должны принимать в течение 10 дней. В течение 10 дней, да. То есть это в общем-то защита прав и свобод гражданина здесь нематериальная. на всего конституция. Здесь даже обжалуется нарушение прав не в части конституции, а в части даже тех действующих нормативных документов, которые на сегодняшний день существуют. Нет запрета ни в одном документе на переоформление транспортного средства с измененной маркировкой возвращенного гражданину после угона. Сколько судов уже выиграно? Ну, пока все суды в рассмотрении. В феврале первое решение будет. Есть ощущение, что суды разобрались в ситуации? Или каждый раз нужно судью водить пальцем по бумаге и показывать ему, что на самом деле за этим стоит? Ну, на первом этапе, который судебное заседание были, первые суды, да, там в жалобе было отказано гражданину, но суд разъяснил некоторые позиции положения правил регистрации. Потому что на момент 15 октября, первые две недели были, сотрудники ГАИ вообще регистрационные действия не проводили. Поэтому первое обжалование было именно то, что они не вносят изменения в регистрационные данные автомашины, которая была возвращена законному собственнику. После этого, когда же отказ был удовлетворение жалобы, сотрудники ГИБД начали делать изменения. Потихоньку, полегоньку. Да, но, к сожалению, ситуация беспрецедентная. И я думаю, что наши суды, в общем-то, тоже не готовы к такому наплыву потерпевших. Потому что... Наши суды не бывают готовы? Наши суды, в общем-то, разбираются, я думаю, достаточно тщательно в тех вопросах, которые регулярно возникают и возникали. Но ближайшие, предыдущие 10 лет, таких вопросов не возникало. И судьям приходится вникать именно в тематику регистрации транспорта, фактически, ну или с нуля, или с каких-то, в общем-то, азов, и заново все пытаться понять, что происходит. Слушайте, каким боком вот ваше движение автосолидарности оказалось вовлеченным в этот грандиозный процесс? Вы были созданы специально по этой ситуации или просто вы за нее взялись? Мы были вынуждены за нее взяться, в общем-то, мы были вынуждены начать помогать гражданам, защищать свои гражданские права по пользованию своим имуществом, по постановке этих транспортных средств на законный учет в ГИБДД. Потому что мы наблюдаем процесс, когда граждане достаточно безразлично на какой-то стадии отнеслись к нарушению их прав. У нас граждане с утра до ночи безразлично относятся к нам, что делают с ними и со страной. А вы мне просто расскажите, вот автосолидарность это что? Это общественное движение. Вы давно созданы? Нет, буквально недавно, как раз вот именно в силу действия настоящего регламента. То есть мы сами, наши знакомые попали в аналогичную ситуацию. Мы первые жалобы получили мы отказы от сотрудников ГИБДД и в суде. И мы прекрасно начали понимать, что да, реальная ситуация касается не только нас, а большого круга людей. Поэтому, так как никто этим больше вопросом не занимается, мы решили объединить свои усилия. Просто граждане недооценивают опасность данной ситуации в своей перспективе. И на самом деле... Граждане родились в этой стране, они так и не поняли, насколько это было опасно. Но живут же. Просто, к сожалению, граждане с этой ситуацией сталкиваются в большинстве случаев не по своей воле. Когда они сторонуются жертвой преступного посягательства на свое транспортное средство и в конечном итоге найденное транспортное средство им возвращается, они даже не думают о том, что могут быть еще какие-то сложности. И когда они один на один сталкиваются со структурой ГИБДД, им достаточно тяжело принять решение о своих дальнейших действиях. Тем более, что люди в погонах достаточно убедительно отвечают им о том, что транспортные средства такие более регистрации не подлежат и их необходимо утилизировать. Не верьте людям в погонах. Дядя Степа милиционер скончался в прошлом веке. С тех пор он вам не дядя и не Степа. И получается, что нужно за помощью правовой идти к вам, потому что вы этой дорогой уже как-то более-менее пошли. Мы готовы в общем-то помогать гражданам по вопросам обжалования незаконных отказов в ГИБДД. Любых? Любых незаконных. То есть, ну здесь не так много вариантов. То есть, здесь либо вариант возвращенной автомашины после угона, либо вариант коррозии, где естественным путем уничтожены маркировочные обозначения машины, соответственно, не имеющие никакой криминальной подоплеки, а именно в силу естественных процессов. И третий вопрос, это опять же вопрос, который сейчас возник по новому регламенту, это вопрос невозможности гражданами заменить кузова либо рамы на аварийных автомашинах, который, в общем-то, все время существования завода Автоваз решался, выпускались кузова и официально гражданам продавались. И можно было на самом деле решить этот вопрос. Перерыв на новости потом продолжим. Общественное движение Автосолидарность. Председатель Совета Андрей Радивилов и сопредседатель Совета Иван Годунов с каждым произнесенным словом все страшнее и страшнее. Я так понимаю, ужасы еще не закончились. Хотелось бы вернуться к целям нашего общества, движения общественного. Это к тому, чтобы надо необходимо общими усилиями вернуть сотрудников ГИБДД в правовое поле касаемо вопросов регистрации транспортных средств, оказания государственной услуги. Чтобы вопросы решались не на уровне разъяснений их видений и трактовки слов отдельных, а то, что основывались на реально нормативно-правовых актах, которые общедоступны, как минимум. Как благородно начиналось вернуть ГАИшника в правовое поле? Вот это была масштабная титаническая работа, но оказывается только в одном узком секторе, хотя действительно трагическая проблема постановки на учет того, что вас угнали и не дай бог вернули. Хотя бы начать, хотя бы для этого. И вот как раз касаемо ситуации, в которую может человек попасть, не только когда машина угонялась, допустим, или коррозия естественным способом, из-за атмосферных осадков или реагентов дорожных, а бывает возникают случаи, когда сотрудник ГИБДД при осмотре транспортного средства, которое граждан предоставил для проведения каких-либо регуляционных действий, ему что-то не понравилось. Не понравилась буковка в шрифте инвестиционной маркировки, не понравились документы. Он имеет полное право в соответствии с законом и полицией и административным регламентом направить материал проверки в ОВД для принятия решения в процессуальном порядке. Так вот, вот эта проверка, она по-любому будет проходить через экспертное учреждение. Экспертное учреждение, единственный способ экспертным путем проверить маркировку заводская на линии заводская, это смыв краски и какие-либо там химические реактивы. После чего не пройдет и года, как эта инвестиционная маркировка перестанет быть читаема, потому что закрашивать ее хозяин транспортного средства не имеет права. А замовилить ее все равно не получится. Через полгода смоет по-любому. Поэтому получается замкнутый круг, который, если проблемы не было, то она уж теперь точно появится. Однозначно. И в данной ситуации мы имеем еще один аспект данного вопроса, который пока не озвучивается ни в средствах массовой информации, ни в интернете. В Госдуму поступил законопроект о государственной регистрации транспортных средств. Прошел этот законопроект первое чтение 11 декабря. Кто писал? Видимо, писали его те же самые люди, которые готовили 605 приказ. Гаишники. Ну, естественно, кто его еще напишет. Там разработчики стоят, уважаемые члены Совета Федерации, но техническую работу наверняка делали все те же юристы ГИБДД. И в этом законопроекте есть прямой запрет на регистрацию транспорта с измененной маркировкой. здесь, в общем-то, есть опасность того, что данные незаконные действия ГИБДД получат поддержку в лице, в виде федерального закона. Потому что тогда подавать в суд будет уже гораздо сложнее, и, в общем-то, те, кто проводит эту политику, могут свои цели таки добиться. И здесь хотелось обратиться, в общем-то, в вашем эфире с просьбой к депутатам Государственной Думы внимательнее изучить текст того законопроекта, который, в общем-то, предоставили в Государственную Думу. Потому что ситуация о машинах, возвращенных гражданам после угона, там никак не освещена вообще. В этот законопроект необходимо в любом случае вносить поправки, и желательно такие поправки, которые максимально точно смогут регламентировать действия сотрудников ГИБДД в момент оформления тех или иных документов. Для того, чтобы не потребовалось каких-либо подзаконных актов, каких-нибудь дополнительных разъяснений или, в общем-то, непонятных двучтений, то, что могут использовать, в общем-то, в своих целях люди, которые преследуют какие-то свои, в общем-то, задачи. То есть на сегодняшний момент есть Фелькина грамота, которая запрещает людям пользоваться своим имуществом. Через какое-то время, поскольку первое чтение уже состоялось, это может обрести уровень закона и станет практически незыблемым. А вы только что обратились к Коленьке Валуеву из серии «Коленька», а ты читал первый-то раз этот документ, когда за него голосовали? В Государственном Думе у нас кто? Кобзон этим будет заниматься? Здесь, опять же, ситуация заключается в том, что пока каждого конкретного человека не коснется вот эта вот беда в виде угона. Никакие беды 450 народных избранников не касаются в принципе. Вы только что обратились, по-моему, в пустое пространство. Я думаю, что ни один здравомыслящий народный избранник не будет выступать против своего народа и не будет принимать некие антинародные законы, которые, кроме вреда, ничего не принесут. Народный избранник точно этого делать не будет? Никто не будет принимать меры, которые не приносят пользы, которые не приносят вреда. Просто на это надо обратить внимание, к этому нужно привлечь внимание, чтобы об этом говорили, чтобы об этом писали в интернете, чтобы в публичных слушаниях и в публичном обсуждении этого закона можно было внести нормальные поправки и нормально регламентировать всю эту деятельность регистрационную. Это не так сложно. В этом законопроекте не хватает буквально двух-трех абзацев. Из предыдущего приказа, который 10 лет подряд решал этот вопрос. Да даже если брать тысяча первый приказ и пятнадцатый пункт, там тоже не до конца все понятно, не до конца ясно прописано. Но не так сложно было прописать это. Понятно, чтобы каждый сотрудник МРЭО на местах имел возможность, прочитав просто текст закона, самостоятельно понять, что ему надо делать. И в общем-то интересно на самом деле вот даже в сложившейся сегодняшней ситуации понять цели и задачи сотрудников департамента обеспечения безопасности дорожного движения, цели и задачи нынешней их политики. Хотелось бы понять возможные решения и их видение данных в общем-то проблем. Они судя по тому, что понаписали и подсунули депутатам, уже все увидели и разобрались. И только ваше общественное движение, автосолидарность, не дает им благополучно дойти до третьего решения и оставить все как есть. К сожалению, здесь был определенный информационный вакуум в течение трех месяцев. И я понимаю, что не без заинтересованности ГИБДД этой ситуации не придавалась огласка. Просто сотрудники ГИБДД на местах в разных регионах страны ссылаются на сотрудников департамента, которые звонят и в телефонном разговоре требуют прекратить регистрацию транспорта с измененной маркировкой. Это было пока еще не было ни разъяснений, Это были первые дни вступления этого приказа в силу. И почему-то все сотрудники МРЭО и в Москве и в регионах ссылаются на одного и того же человека. Потому что это руководство, поэтому не ссылаются. Который лично звонит и лично в каждом подразделении разъясняет необходимость отказа гражданам. А кто этот неутомимый? В общем-то ссылаются все на начальника отдела регистрационной работы Бориса Алексеевича Ионова, который в общем-то по нашей информации являлся одним из разработчиков И-605 приказа в общем-то и тех разъяснений, которые были направлены в подразделение. И в общем-то хотелось бы конечно понять истинные цели и задачи и хотелось бы понять какой он видит выход из данной ситуации. И для чего они ограничивают законные права граждан? существенно ограничивают. А вы до Бориса Алексеевича Ионова достучаться пробовали? До него достучались достаточно многие потерпевшие в аналогичных ситуациях. Но я понимаю, что никаких конкретных решений не предлагается. Просто нам приводится опыт Соединенных Штатов Америки, где эксплуатация таких машин запрещена. И почему-то вот этот довод ставится во главу угла. Мы теперь филиал Америки, что ли? С точки зрения Ионова. Он в каком звании? Полковник. То есть даже не генерал. Ведет себя как фельдмаршал. Ну, я так понимаю, что его позиции прониклись определенные высокие... Майоры и капитаны. И генералы. Высокие чины, в общем-то, я думаю, что где-то поддерживают его позицию, потому что она... Ну, жалобы-то поступают, а реакция... Донесена, да, достаточно доходчиво. И он, наверное, в общем-то, как-то аргументирует свои действия. То есть я так понимаю, что проблему целой стране по регистрационным действиям машин, возвращенных после угона, создал один полковник Ионов. Ну, в одиночку создать это было невозможно. По-моему, получилось. Тем более, если он... Заручившись поддержкой определенных должностных лиц, в общем-то, это... Заручиться поддержкой, это уже второй вопрос. То есть есть авторы идеи, эта идея реализуется, тем более, его телефонными звонками, она как зараза по всей стране распространяется. Первый месяц, вот, на самом деле, первый месяц, вся работа МРЭО по всей стране была парализована телефонными звонками одного человека. И, в общем-то, сотрудники МРЭО на местах это прекрасно знают, потому что был информационный вакуум у граждан, и у них, потому что, кроме видеоконференции, которая была в первые дни, и личных телефонных звонков с указаниями ничего не было. А те разъяснения, которые были разосланы, они... В конце ноября, начало декабря уже. Но они, во-первых, появились после публикации Виктора Николаевича Травина в Московском комсомольце, во-вторых, они сами по себе написаны неграмотно, и они, в общем-то, нарушают даже действующие документы, на которые призывают ссылаться, то есть, они противоречат тем приказам, которые официально подписаны министром. Ну, гаишникам к этому не привыкать. Борис Алексеевич Ионов, приходите к нам на Финам.фм, мы с вами беседуем, я вам задам несколько вопросов, и вы сможете объяснить сначала всей Москве, а потом всей стране, что же вы имели в виду, когда создавали свое удивительное распоряжение. Это официальное обращение к полковнику Ионову. Итого, готовится целый законодательный документ, который со временем из инициативы станет финальным, реализуемым по всей стране документом, и по Конституции мы получим ограничение своих прав и свобод в связи с федеральным законом, подготовленным при участии полковника Ионова, главного затейника, серьезной беды по регистрационным действиям для целой страны. Я правильно понимаю? Которое обжаловать уже будет очень сложно. Точнее невозможно. И мы надеемся, что среди депутатов Государственной Думы есть не только борцы, гимнастки, акробаты, певцы и циркачи, но еще некоторое количество людей, которые в этой проблеме, может быть, тоже разберутся. Идеалисты из автосолидарности, по крайней мере, пришедшие ко мне сегодня на эфир, верят в то, что это чудо может произойти дважды. Первый раз, когда угнанную машину возвращают, а второй раз, когда депутаты Государственной Думы, которых я так и не понял, кто избрал, вдруг оказываются заботливыми в отношении прав и свобод граждан. Ну, в любом случае, любой здравый смысл должен находить поддержку, потому что ведь то, что предлагается в законопроекте, оно невыгодно по большому счету никому, ни государству, ни МВД, Айонову? Кроме полковника Ионовой, может быть, даже Гайи. И кое-кого еще, наверное, печально. Субтитры создавал DimaTorzok